Тамплиерская капелла Пресвятой Богородицы в Мюхельне. К северо-западу от Галли, на восточном берегу Заали, неподалеку от городка Веттин, лежит небольшая деревушка Мюхельн. В ней, на старом церковном подворье, спускающемся прямо к реке, спрятавшись междеревенских домов, стоит небольшая готическая капелла, когда-то центр одной из коменд приходов могущественного ордена тамплиеров. В течение столетий незаметная и мало кому интересная часовня, спрятанная за каменной оборонительной стеной коменды, ветшала, теряя свой первоначальный облик. Веками неприметное здание использовалось местными крестьянами в качестве амбара. Уже после реставрации во второй половине XX века, вернувшей к капеллею первоначальный облик, она стала архитектурным памятником и историческим свидетельством деятельности ордена бедных рыцарей Христа в Германии. Темплиеры, бедные воины Христа и храма Соломона Призыв Папы Урбана II к освобождению Иерусалима от неверных на Клермонском соборе 1095 года положил начало крестовым походам. Первый крестовый поход 1096 по 1999 годов знаменовался захватом Сирии и Святой Земли. В 1097 году войско сельджуков под предводительством султана Килыча Арслана I потерпело поражение от армии крестоносцев в битве при Дорелее. В верховье Хефрата было основано первое государство крестоносцев – Эдессское графство. В 1097 году была захвачена Антиохия. Поход закончился покорением Иерусалима 15 июля 1099 года. Вслед за этим церковью был назначен архиепископ Иерусалимский, а последующий выбор светского правителя ознаменовал основание Иерусалимского королевства. Одновременно с ним возникло Антиохское княжество, а последним, четвертым государством крестоносцев стало графство Триполи, основанное в Леванте в 1109 году. Новые христианские государства, слабые и нестабильные в политическом и военном смыслах, были вынуждены постоянно обороняться от набегов сельджуков и египтян. В 1118-1919 годах рыцари Гугаде Пейн и Гудфраде Сент-Омеа сколотили небольшой отряд единомышленников из Шамбани и Бургундии. Целью ополчения стала защита паломников на их пути в Святую Землю. Иерусалимский король Балдуин II отдал рыцарям часть своего дворца, выстроенного на фундаменте разрушенного Иерусалимского храма. Храм Соломона подарил новому ордену имя – Тамплиеры. Сами же члены новой общины, центром которой стала захваченная и расположенная на храмовой горе, мусульманская мечеть Аль-Акса, принесли обеты целомудрия, послушания и бедности и назвали себя «бедные рыцари храма Соломона». Доказательством бедности Тамплиеров на заре основания ордена служит первая орденская печать, изображавшая двух рыцарей, оседлавших одного коня. В обязанности рыцарей храма вменялась защита паломников на всем их пути от Средиземного моря по святым местам, как и члены других монашеских орденов, Тамплиеры жили по уставу, в котором были сведены основные законы ордена. Рыцари-каноники носили белые монашеские одеяния, как и в близком к ним по духу ордене цисцерцианцев, но с красным крестом на левой груди. Рядовым братьям и оруженосцам ордена предписывалось носить плащи из грубой коричневой ткани. Устав Тамплиеров шел вразрез с тройственной доктриной устройства общества, изложенной в XI веке в учении Эльдоберона, епископа Лана. Оно предполагало строгое разделение общества на духовенство, заботящееся о духовном здоровье государства, рыцарства, воинов, охраняющих это государство, и пахарей, тех, кто заботится о пище для остальных. Тамплиеры, воины-монахи, самим своим существованием нарушали эту концепцию. Жестокая борьба членов духовного ордена против неверных нарушала пятую заповедь, категорическую запрещавшую любое убийство. Церковь легализовала убийство мусульман, признав освобождение Святой Земли священной и справедливой войной против неверных. Росту популярности ордена способствовал святой Бернард Клервозский, создавший не только орденский устав, но и оправдывавший существование военно-монашеских рыцарских орденов в своем послании «Де лауде новая милитая» в похвалу новым военным. После Бернарда нашло отклик в сердцах благородных родов Европы и способствовало росту и влиянию ордена рыцарей храма. Тамплиеры, присутствующие на соборе в Труа, развернули во Франции и Англии активную и успешную кампанию по вербовке в орден. На том же соборе в 1129 году военно-монашеский орден был официально признан церковью. Новички, вступившие в ряды ордена, впредь освобождались от послушничества. Но соблюдение правил устава стало обязательным, а нарушения наказывались с особой строгостью. Була Орнедатум Оптимум Папа Иннокентия II, изданная в 1139 году, стала первым официальным документом Ватикана, письменно закрепившим основные задачи ордена. Була, изданная по просьбе Робера де Краона, великого магистра ордена с 1136 по 1149 год, закрепляла за тамплиерами, одновременно и монахами, и воинами многочисленные привилегии и льготы, и прямое подчинение Святому Престолу в Риме. К вещи зависти остального духовенства рыцари храма полностью освобождались от уплаты десятины, привилегия, доступная тогда лишь ордену цистерцианцев. Члены ордена получали право на пожертвование и милостыню, и ежегодно практически собирали дань с каждой церкви, находящейся по соседству с тамплиерскими приходами. Була Милитвестемпли от 1143 года позволяла монахам ордена один раз в год проводить церковные мессы, даже там, где официальные действия церкви были запрещены особым интердиктом. Наконец, Була Милитиядеи от 7 апреля 1145 года определяла во владение тамплиеров кладбища, а простому народу впредь позволялось посещать службу в тамплиерских церквях. После истания папой Целестином соответствующего дополнения к пуле 1139 года отлучения и интердикты церковных епископов более не распространялись на братьев ордена и их вассалов. Льготы и привилегии, предоставленные церкви ордену, упоминаются и подтверждаются в период с 1139 по 1272 год более чем в стопапских директивах и указах, укрепляя могущество и власть рыцарей-темплиеров. Легендарные богатства ордена, возникшие благодаря различным привилегиям, обширным пожертвованиям, умелой финансовой политике и прибыли, полученным в коммендах и филиалах ордена, позволили тамплиерам стать независимым от европейских правителей феодальным институтом. Особое значение имели пожертвования, которые делались новыми членами ордена, иногда скромные, но чаще достаточно внушительные, вплоть до родовых семейных уделов и семейных наследств, накапливанных поколениями. Собранные вместе, они становились креугольным камнем богатства и могущества братства бедных, рыцарей Христа и храма. Доходы ордена на западе были значительные, но расходы на востоке были почти такими же огромными. Постоянные военные расходы, перевозка людей, лошадей, оружия и провизии на кораблях, беспрерывно покидающих Марсель и Бари, а также строительство и содержание крепостей в Сирии, Палестине и Испании поглощали баснословные суммы денег. Государство крестоносцев, сумевшее закрепить свое могущество в течение десятилетий после первого крестового похода, растянулись в Сирии и Палестине узкой прибрежной полосой вдоль Средиземного моря. Единственным исключением было графство Эдесса, граничащее с антиохским княжеством на западе, а на востоке простирающиеся далеко вглубь, до берегов верхнего Ефрата. Такое местоположение делало Эдессу легкой добычей для набегов. В 1144 году Эдесса пала под натиском войск сельджукского военачальника Атабека Масула и Алеппо Имада от Дина Зенги. Вслед за этим Папа Евгений Третий принимает решение об организации второго крестового похода, который должны были возглавить король Франции Людовик Седьмой и император Священной Римской империи Конрад Третий. 1 декабря 1145 года Евгений издает несколько папских бул. В пальмовое воскресенье 31 марта 1146 года Бернард Клервозский обращается с речью к собранию в Вейзеле, созванному Людовиком Седьмым. Эта речь вдохновила собравшихся и уже к вечеру число будущих крестоновцев превзошло количество заготовленных заранее крестов. И Бернарду и его спутникам пришлось рвать собственные монашеские одеяния на лоскуты дали крестов. Однако в итоге армия крестоносцев ждет сокрушительное фиаско. Только рыцарям-тамплиерам, участвовавшим в военных действиях во главе с великим магистром храма Эверардом Дебарресом удается благодаря воинской дисциплине добиться успеха на поле боя. Изначально разногласия между соперничающими исламскими державами на Востоке, чьи владения были разделены на шиитский и фатимитский халифат в Египте и эмираты Алеппо и Масул на севере Сирии, а также Дамаск благоприятствовали успеху крестоносцев. Ситуация коренным образом изменилась в 1174 году после того, как Саладин сверг фатимидов и провозгласил себя султаном Каира. Как независимый правитель Египта, а вскоре после этого и Сирии, он объединил враждующих мусульман и повел их на священную войну джихад против государств крестоносцев. После сокрушительного поражения крестоносцев при Хаттине в июле 1187 года Иерусалим пал в октябре того же года. Завоевание Иерусалима арабами вынудило тамплиеров переместить свою штаб-квартиру в близлежащую Антиохию. В 1191 году центром ордена стал Акко, а после завершения строительства несколько десятилетий спустя ставка переместилась в самую большую крепость тамплиеров в Палестине Шатель-Пелерин в поселении Атлит на побережье между Акко и Кейсарией. Именно здесь в Атлите еще недостроенном замке произошло первое нападение на рыцарей ордена датируем 1220 годом. В XIII веке церковные рыцарские ордена меняют свою стратегию. Акцент теперь смещается на обеспечение безопасности и защиту занятых территорий. Помимо Шастель-Пелерин, как грибы растут другие, казалось бы, неприступные крепости Цфат, Ла Фер, Крак де Шевалье, Шастель-Блан, Тартоза. В течение нескольких лет мамлюкский султан Бейбарс I завоевывает большую часть внутренних замков. Только прибрежным крепостям удается еще два десятилетия держать оборону. В последнем крупном мусульманском наступлении 1289-1291 годов крестоносцы теряют бастион за бастионом. 14 августа 1291 года тамплиеры сдают мамлюкам свою последнюю и самую большую крепость Шастель-Белерин. После падения города Акко и конца христианского владычества в Сирии резиденции великого магистра ордена тамплиеров в 1291 году становится замок на Кипре. Государство крестоносцев на Святой Земле отныне история. Ордена цели существования, которые главным образом вытекали из задач, связанных с крестовыми походами, теперь нуждались в поиске нового положения в обществе. Положение, которое было бы в равной степени признано духовенством и рыцарями. Рыцари храма по-прежнему пользовались безупречной репутацией. В Англии под управлением ордена находилось около половины всех государственных финансов, а во Франции в середине XII века вся королевская казна. Но из-за его особого положения, вытекавшего из финансового благосостояния братства, у него были и противники, стремившиеся опорочить орден. С 1305 года во Франции об ордене стали целенаправленно распространяться дурные слухи. Все более громкая критика уже не обличала алчность и надменную гордость монахов, как это делалось в последние два века, а обвиняла их в тягчайших преступлениях того времени, ереси, идолопоклонстве и садомии. В числе главных зачинателей плеветы на орден был изгнанный из братства рыцарь-ренегат Эскео де Флуорак, бывший помощником приора тамплеерского дома Монфакон. В начале 1305 года предатель прибыл с доказательствами преступлений ордена ко двору короля Арагона Якова II. Арагонский монарх немедленно поставил об этом в известность своего венецинозного кузена короля Франции Филиппа. Филипп IV красивый, давно обеспокоенный могуществом и богатством ордена, поручил своему личному советнику Гейому де Ногаре начать проверку в отношении рыцарей храма. Великий магистр Жак де Моле должно быть знал о подозрениях и сам потребовал от папы расследования с целью снять с ордена выдвинутые против него возмутительные обвинения. 24 августа 1307 года Климент V уведомил французского короля об открытии папского производства по выяснению обвинений в отношении дамплиеров, тем самым лишив любую нежестоящую инстанцию права вмешиваться в расследование Ватиканского престола. Тем временем Филипп IV преисполнился решимости разгромить рыцарей темплиеров любыми средствами, игнорируя расследование Рима. В письме от 14 сентября 1307 года разусланным по всей стране король приказал арестовать всех членов ордена. Назначенный час утром 13 октября 1307 года в ходе карательной операции под руководством Нагаре большинство тамплиеров Франции было взято под стражу. Еще до того, как передать арестованных инквизиции, Нагаре по поручению французского монарха приказал допросить рыцарей под пытками. доминиканский монах Вильгельм Имбер великий инквизитор Франции духовник Филиппа стал добровольным помощником в борьбе французского двора и духовенства с тамплиерами. 24 октября 1307 года в Париже Имбер собственноручно провел допрос великого магистра ордена Жака де Моле. Климент Пятый нерешительный и слабый папа который неоднократно позволял Филиппу Четвертому вынуждать себя идти на уступки отреагировал 27 октября письмом в котором выразил королю свое недовольство его самовольными действиями прекрасно понимая что политика французского монарха была направлена не только против тамплиеров но и против авторитета святого престола Климент попытался перехватить инициативу папская була пастер Альфис премини Татье 22 ноября предписывала арест всех тамплиеров и передачу их имущества под полный контроль церкви 29 мая 1308 года Филипп Четвертый прибыл в Пуатье на встречу с понтификом целью его визита было убедить Клеменца Пятого принять окончательное решение относительно рукспуска ордена поскольку папа питал большие сомнения в правильности обвинений против тамплиеров и хотел сохранить орден он поручил трем кардиналам провести церковное расследование папская делегация отправилась в Шинон на юге Франции куда по приказу короля был доставлен глава ордена в сентябре 2001 года в секретных архивах Ватикана итальянским полиографом Барбарой Фрале были обнаружены протоколы допроса верхушки ордена с 17 по 20 августа 1308 года папскими легатами кардинала Бернеже Фредолем Этьеном де Суизи и Ландольфо Бранкатчи в замке Шинон были допрошены великий магистр ордена Жак де Моле прецептор владения ордена в святой земле Раймбун де Карон прецептор Франции Гугу де Перро прецептор Аквитании Жуфруа де Ганневиль и великий прецептор Нормандии Жуфруа де Шарне высшие чины ордена признали что проводили несоответствующие церковным канонам обряда инициации при приеме новых членов но отвергли все дальнейшие обвинения и дали клятву верности церкви признание в нехристианских обрядах стало поводом для отлучения от церкви но последовавшая за ним клятва верности даровала отпущение грехов теперь раскаявшиеся были свободны от какой-либо вины в соответствии с каноническим правом и были допущены обратно в церковь к причастию и таинствам текст протокола допроса известный как шинонский пергамент был опубликован с комментариями в 2003 году и таким образом стал доступен для ученых этот документ доказывает что жестокие репрессивные меры против ордена были результатом не отлучения от церкви верхушки темплиеров а массивного давления со стороны Филиппа V 12 августа 1308 года в Пуатье Климент V издал Булу Фаден с мизерикордия в ней высшим указом назначались папские уполномоченные для проведения суда над орденом Була была растиражирована и разослана по округам не только в ноябре 1309 года папская комиссия по расследованию начала свою работу в Париже недельному допросу был подвержен великий магистр Жак де Моле и другие рыцари тамплиеры находившиеся в заключении после длительной паузы следствие было продолжено с февраля по мае 1310 года заключенные в тюрьмах по всей стране и на протяжении двух лет подвергавшиеся пыткам братья ордена были собраны для дачи показаний и под охраной доставлены в Париж после очередного перерыва следствие было продолжено и окончательно завершилось в июне 1311 года в 1310 году Филипп де Мориньи был поставлен архиепископом Сенса и как глава Синода должен был судить тамплиеров этот факт может служить свидетельством тесного сотрудничества Римского престола и французского короля предрешившего судьбу ордена рыцарей храма уже год своего назначения новый архиепископ брат королевского министра финансов Энгерана де Мориньи бывший до тех пор епископ Камбре умело манипулируя созванным им синодом постановил публично сжечь на костре 54 члена ордена отказавшихся от своих признаний полученных под пытками горящий на костре Жак де Моле проклял французского короля Филиппа IV и его потомков а также папу Климент V папа Климент король Филипп не пройдет и годы как я призову вас на суд Божий проклинаю вас проклятие на ваш род до 13 колена все случилось так как того желал де Моле и смерть пришла сначала за Климентом он проиграл битву с опасной болезнью 20 апреля 1314 года вскоре после этого во время охоты от инсульта умер Филипп трагическая смерть была также судьбой для всех преемников Филиппа между 1314 и 328 годами погибли все сыновья и внуки французского короля в течение 14 лет после смерти Жака де Моле старшая династия капитингов прекратила свое существование после своего 300-летнего правления 16 октября 1311 года папа Климент V открыл Венский собор в числе 114 церковных сановников принявших участие в соборе были архиепископ Молдебургский епископ Мерзебургский настоятель монастыря августинцев в Молдебурге Несмотря на сопротивление многочисленных участников собора папа окончательно утвердил упразднение ордена тамплиеров 22 марта 1312 года в Булевокс под давлением Филиппа 4 единственного монарха участвовавшего в соборе особого упоминания заслуживает тот факт что в результате церковного разбирательства тамплиеры не могли быть осуждены за ересь хотя папа оставил за собой право лично судить и миловать высших сановников ордена последний великий магистр ордена Жак-де-Моле и великий прецептор Нормандии Жифро-Аде-Шарне были признаны повторно впавшими в ересь и 18 марта 1314 года сожжены заживо на медленном огне на парижском острове Сите вскоре после этого 20 апреля 1314 года от дизентерии умер папа Климент пятый через семь месяцев 29 ноября Филипп четвертый бесславно скончался упав с лошади История тамплиерской коменды в Мюхельне Мюхельне вероятно с древности заселенной славянскими племенами впервые документально упоминается в 1270 году как у Мюхеля В течение XI и XII веков Мюхельным владел небольшой рыцарский род с тем же именем уже тогда превративший подворье в укрепление обнесенное каменной стеной после того как род Мюхелей перебрался в соседней галле укрепленное подворье перешло во владение квиттином Конрад Великий граф Виттин и Марк граф Мейсинский совершивший паломничество в Иерусалим в 1135 и 1145 годах присоединился к крестоносцу в 1143 году в 1147 году граф участвовал в крестовом походе против славян в 1156 году Конрад принял постриг в монастыре августинцев на Лаутерберге сегодняшний Петасберг после этого графство Виттин досталось его сыну Генриху Первому а графство Брейна младшему сыну Фридриху Первому после смерти которого в 1182 году графство Брейна наследовал его сын Фридрих Второй Фридрих Второй фон Брейна довольно рано присоединился к ордену тамплиеров и погиб в битве при Акко в 1221 году со смертью Генриха Второго в 1217 году прямая линия дома Виттинов прервалась Граф Брейна захватили замок и графство Виттин на период с 1217 по 1290 год Граф Дитрих Первый фон Брейна Виттин сын Фридриха Второго передал в 1240 году поместью Мюхельн и Дёблиц своему сыну Дитриху Второму принадлежавшему к ордену рыцарей храма Мюхельн впервые письменно упоминается как коменда тамплиеров в архиепирсковской грамоте от 1270 года в ней Геро Камтур прихода ордена в Мюхельне назван свидетелем Графы Брейна Виттин очевидно чувствовали себя очень связанными с рыцарским орденом Так Конрад Первый брат Дитриха Второго передал тамплиерам право покровительства над церковью Святого Петра в Виттине на благо Святой Земли магистру ордена тамплиеров и братству Граф Дитрих Третий фон Брейна Виттин сын Конрада и племянник Дитриха Второго также стал рыцарем тамплиером Однако графский род поддерживал тесные связи и с другими рыцарскими орденами Так Дитрих Первый фон Брейна Виттин в 1259 году передал винограднике неподалеку от Галли во владение командорства Святой Кунгунды Тевтонского ордена Право покровительства над церковью Виттине подтвержденное в 1273 году архиепископом Магдебургским Конрадом Вторым и папой Целестином Пятым уже в 1294 году привело к спорам между архиеписком Магдебургским Эрихом и прецептором ордена тамплиеров в Германии Согласно документу от 14 ноября 1288 года последний граф Бреновиттин от Тон Четвертый продал замок город и графство Виттин со всем имуществом и правами Магдебургскому архиепископству Архиепископ Эрих принял владение после смерти от Тона Четвертого 28 июня 1290 года Поскольку церковь в Виттине теперь использовалась вассалом и архиепископа вскоре возникли и правовые споры закончившиеся обменом прав покровительства Виттина на права покровительства Гроссведингена по договору от 3 марта 1295 года В качестве компенсации тамплиерский приход в Мюхельне получил 3,5 акра земли в Дуде Лейбене и Лёпезитце и ежегодную плату 8 мер зерна Последним известным комптуром тамплиерского подворья в Мюхельне является брат Тидерикус Дитрей который упоминается в качестве свидетеля в документе от 26 апреля 1306 года в котором задокументированы продажи тамплиерского прихода в Хальберштадте и всей собственности ордена в городе и его окрестностях от имени магистра ордена Фредриха фон Альвен Слейбена братьям Генриху и Ульриху фон Фрекеля Бен В реестре 544 тамплиеров арестованных во Франции под номером 418 значится Теодорих деа Дойче рыцарь магдебургский В процессу стемпляр этот Дитрих появляется и во французском издании как Тюре де Тетонюк Шевалер де Магдебург предполагается что речь об одном и том же человеке и именно он был последним контором Мюхельна возле Веттина имя которого не упоминается среди рыцарей призванных в магдебургское архиепископство именно потому что он в это время находился во французской тюрьме в Корбей После смерти архиепископа Генриха II 25 ноября 1307 года новым магдебургским архиепископом кафедральным капитулом был избран Бурхард III по прозвищу Тряпка К тому времени Бурхард уже занимал три церковных должности одновременно В 1294 году он был назначен каноником в Магдебурге С 1290 года членом соборного капитула в Хальберштадте и с 1295 года входил в коллегиальный капитул в Хильдесхайме В конце 1307 года Бурхард отправился в Пуатье к папе Клименту V на церемонию наложения Палия После первоначальных опасений по поводу незаконного накопления должностей Климент приказал кардиналам Ландульфсу Бранкассису Якобу Каитанусу и Раймунду Дальготу вручить Бурхарду Палий и посвятить его в архиепископ в обмен на уплату значительной денежной суммы Во Франции рухшийся к власти архиепископ стал свидетелем расследования против ордена бедных рыцарей храма и уничтожения тамплиеров по приказу короля Филиппа IV За несколько дней до избрания Бурхарда архиепископом Папа издал Булу постарались про имени Фтиале в которой приказал арестовать тамплиеров и конфисковать их имущество Бурхард пробыл во французской резиденции Папы в течение нескольких месяцев и был непосредственным свидетелем кампании ненависти и клеветы против ордена и допросов рыцарей-тамплиеров приспешниками французского короля Известно что во время пребывания в Пуатье Папа Климент V лично поручил Бурхарду арестовать и допросить всех тамплиеров находившихся на его территории Получив многочисленные привилегии Бурхард вернулся в Макдебург весной 1308 года В мае того же года архиепископ действуя в соответствии с папской булой отдает приказ упразднить все тамплиерские коменды и дворы и пленить живущих там братьев ордена включая наставников в то время в архиепископстве было четыре тамплиерских коменды в Макдебурге в Ихмандсторфе в Герингсторфе и в Мюхельне у замка Веттин рыцари храма оказали ожесточенное сопротивление многим на первых порах удалось избежать ареста тамплиеры захватили замок архиепископа в Бернамбурге недалеко от Зангахаузена и закрепились там архиепископ который самовольно использовал лежавшую у замка церковь в военных целях вероятно для осада рыцарей тамплиеров был затем отлучен от церкви епископом Хальберштата чьей епархии принадлежала церковь эти события по-видимому едва ли произвели впечатление на Бурхарта напротив папская була Фаденс Мизери Кордием от 12 августа 1308 года и приложенное к ней сопроводительное письмо от того же числа в который папа поручал священнослужителям привлечь тамплиеров конквизиции за ересь вероятно лишь укрепили архиепископа Магдабургского в его строгости аналогичное письмо от святого престола с требованием расправа над орденом получили архиепископы Майнца Кольна Триера и Магдабурга епископы Базеля и Констанца однако действия архиепископа Магдабургского подверглись ожесточенные критики великий прецептор Германии слави Фридрих фон Альванслейбен выразил протест с всем светским и духовным лидерам Германии соседние фюрсты в частности Вальдемар Бранденбургский Магнус Брауншвайгский и Отто Кар Второй Богемский также возражали против безжалостных действий Бурхарта На сторону тамплиеров встал епископ Хальберштата Альберт и архиепископ Майнца Петер Аспельд В итоге даже несмотря на папскую буллу от 19 ноября 1308 года Бурхарт Третий вынужден был уступить и освободить заключенных В договоре с подписями Бурхарта заместителя магистра ордена Гюнтера фон Кеттена четырех камдуров коменд расположенных в архиепископстве Бертрама фон Грейфенберга Генриха фон Барде Лейбена Николая фон Андерс Лейбена и Тилека фон Вармсдорфа и их пятерых поручителей закреплялось непричинение вреда рыцарям и их соратникам Все церковное имущество по указу Папы перешло в управление архиепископа Но тамплиерам было позволено свободно жить в архиепископстве и отстаивать свои права в обычном суде или перед Папой История монастырского подворья в Мюхельне После упразднения тамплиерского прихода подворье и право на управление всем бывшим имуществом тамплиеров перешло во владение к рыцарям ордена святого Иоанна В мандате по имени упоминается и первый комтур Иоаннит брат Йоханнес де Хельфенштайн комендатурис в Мехеле Документы 14 века впервые указывают на то что позже подворье в Мюхельне перешло во владение братьев польского ордена святых мучеников покаяния белых августинцев В какой момент времени и как произошла смена собственника до сих пор установить невозможно Для ведения хозяйства чечелядью и работниками из монастыря святого Марка в Кракове были присланы наместник и два монаха Многочисленные расписки и документы о покупках и обмене 14-15 веков свидетельствуют о том что имущество монастырского хозяйства хорошо управлялось и постоянно расширялось например в 1376 монастырь приобрел у Дитриха фон Дамюц виноградник возле Лобезица и деревню Дёблиц со всеми правами церковным уделом позже были куплены многочисленные участки земли в непосредственной близости от подворья Хутор-Койкен и осушенный участок реки Зааля между Мюхельном и Доблицем архиепископ Альберт II Магдебургский издал в Кальбе в 1389 году грамоту в которой обещал всем кто посещал Мюхельн и жертвовал на строительство и осветление монастыря 40 дней индульгенции за смертные грехи и 1 год индульгенции за малые грехи Из документа 1484 года о продаже башни на хуторе Рауниц за житочному крестьянину Глориусу Вирнике нам известно и имя последнего настоятеля монастырского хозяйства в Мюхельне Петер Штумендорф В 1490 году Штумендорф был заколот вилами прямо в поле одним из работников хозяйства После смерти наставника монахи ордена святых мучеников покаяния жившие на подворье бежали обратно в Польшу В течение следующих 12 лет в монарцирском подворье царили упадок и запустение Оставленные постройки были буквально растасканы на кирпичи соседями Так из камней бывшей темплеерской коменды построена старая церковь в Кимридсе Эрнст Саксонский архиепископ Магдебургский прибрал заброшенное подворье к рукам и продал его в 1502 году августинскому капитулу Святого Морица в Галле В документах о продаже упоминается что библиотека капитула была пополнена книгами из монастыря в Мюхельне Очевидно что в Мюхельне должна была быть небольшая но явно замечательная монастырская библиотека и что книги были размещены в той части монастыря которая была защищена от расхищения и грабежей даже в те годы когда монастырь опустел и пришел в упадок Однако местонахождение остального монастырского имущества никаких свидетельств не осталось на протяжении веков бывшая тамплиерская комендов Мюхельне меняла владельцев В 1534 году подворье было продано за 800 гульденов Кристофу Тюрку канцлеру кардинала Альбрехта Сумма была установлена в качестве кредита По договору продажи помимо ежегодных выплат в 40 гульденов Тюрк и его потомки обязывались проводить в капелле ежедневные церковные службы Как долго новые владельцы Мюхельна придерживались взятых на себя обязательств установить невозможно Тюрк отказался от завещания и передал подворье Генриху Эберхаузену который продал его архиепископу Магдебургскому Зигмунду Архиепископ продал Мюхель своему канцлеру Йоханессу Траутер Булю у наследников которого в 1621 году его приобрел советник Магдебургского двора Георг Адам Бруннер который в 1662 году передал ее своему племяннику Георгу Филиппу Бруннеру чья семья владела имением более 100 лет ценную информацию об истории подворья и его владениях в период между 1533 и 1725 годами представляют 99 документов найденных в полу капелла тамплиеров в июне 1932 года хранителем государственного архива округа Саале Хайнцем Ерманом Бейером и переданных в Магдебургский государственный архив владельцы усадьбы часто менялись в течение следующих двух столетий после Второй мировой войны бывшая частная собственность была экспроприирована в рамках земельной реформы в ГДР и город Веттин стал владельцем подворья и капеллы дата постройки барочной деревенской церкви Святой Марии которая согласно надписи была воздвигнута в 1780 году обычно спектулятивно принимается за дату секуляризации тамплиерской капеллы к концу 16 века она уже не использовалась для церковных целей и стояла пустой это по крайней мере подтверждается тем фактом что около 1570 года Траутер Буль отдал алтарь капеллы в мюхельной церкви Святого Лаврентия в Галле Единственным оригинальным источником о состоянии капеллы в 18 веке остается хроника Йохана Кристофа фон Трейхаупта В записи датированной 1750 годом хронист отмечает Часовня носившая когда-то имя Пресвятой Богородицы Кунзалибен в Хауэн все еще сохраняет свой первоначальный вид Стены и своды капеллы не обновлялись и не перестраивались Алтарь бывший когда-то в капелле канцлер передал церкви в Ноймаркте а церковный приход был перенесен из мюхельна в Дюблиц Запись Трейхаупта почти не оставляет места для интерпретации Имя капелла упоминается в прошедшем времени Отмечается что церковный алтарь передарен а приходской клирик перебрался в соседний Дюблиц Резной алтарь датированный 1490 годом и переданный в 1570 году Траудер Буллем церкви Святого Лаврентия в Гале считался работой неизвестного немецкого мастера В результате поджога 16 ноября 1984 года церковь сгорела до тла и в огне была уничтожена святыня С XVIII века началось использование капеллы в качестве обычной хозяйственной постройки Внутренний интерьер был разделен на уровни и отсеки Окна замуровали Нижний уровень использовался как склад дров и угля По сути именно многовековое использование капеллы в качестве обычной мирской постройки стало залогом сохранения тамплиерского прихода в его первоначальном архитектурном виде Стили эпохи сменяли друг друга а скромная каменная капелла осталась нетронутым свидетелем того далекого и величественного прошлого Архитектура тамплиерских церквей Каждая тамплиерская комменда заботилась о собственном месте отправления культа Иногда часовнями служили помещения непосредственно в тамплиерских домах Но чаще для церковных служб строились отдельные сакральные сооружения неподалеку от места обитания насильников Подобные они там Тамплиеры предпочитали простой неброский стиль часто отражавший особенности того или иного региона Хотя популярность ордена осне и число комин и приходов особенно во Франции Испании Португалии конца 13 века неизменно росло нельзя обозначить один определенный архитектурный стиль типичный для ордена рыцарей храма Однако на основе сохранившихся памятников можно выделить три доминирующих типа характерных для сакральной архитектуры тамплиеров Примеры которые в литературе называют типичным тамплиерским храмом круглое или полигональное основное здание предположительно отсылающие к архитектуре храма гроба Господня в Иерусалиме довольно редки к ним можно отнести старые новые храмы в Лондоне часовни в Дувре обитель Темпль Бруэр темплиерские церкви в Париже Меце и Португальском Тамаре намного чаще встречаются простые прямоугольные строения длиной от 15 до 20 метров и шириной от 5 до 7 метров как правило это однонефное здание с прямоугольным хором тремя небольшими окошками и крытым сводом разделенным поясами на 2-3 пролета такой архитектурный стиль темплиерских капелл характерен в основном для центральной и западной Франции характерные отличительные черты третьего типа полукруглая апсида и поликанальный хор именно этому стилю в ордене отдавалось предпочтение и он считается наиболее распространенным многочисленные тамплиерские церкви Франции Испании Португалии и других европейских регионов сохранившихся до наших дней построены именно по этому типу Однонефные капеллы с круглым или многоугольным хором также встречаются в Германии Обрушившаяся в середине XIX века капелла Святого Матфея построенная в Броншвайге в XIII веке представляла собой двупролетный сводчатый зал с пространством хора в соотношении 5 на 8 Достойными примерами такой архитектуры сохранившимися в Германии до наших дней могут служить деревенская церковь Берлин-Маринфельди построена около 1220 году как церковь тамплиеров деревенская церковь Берлин-Темпельхоф построена в середине XIII века и церковь тамплиеров в Литцине построена в середине XIII века первое документальное упоминание о тамплиерском дворе относится к 1244 году по форме тамплиерскую капеллу в Мюхельне нередко сравнивают с кирпичной церковью тамплиеров в польских Хворщанах трехнефное здание капеллы в стиле кирпичной готики с выступающими кадрфорсами и пропорцией хора в соотношении 5 на 8 было возведено братьями ордена в начале XIV века хор капеллы тамплиеров в Хоф-Ибене неподалеку от Фрюфельда в Круге-Бад Кройнцнах построенный в 1240 году отличается высококачественной каменной кладкой а наличие резервуара с водой и церковной башней с винтовой лестницей также указывают на определенное сходство с архитектурой тамплиерской капеллы в Мюхельне архитектурные особенности капеллы капелла построенная вероятно примерно с 1260 по 1280 годы представляет собой зальную церковь без башен такой тип постройки в целом характерен для немецкой готики XI-XIV веков двухпролетный неф с незауженным хором в пропорции 5,8 общей шириной 6 и длиной 14,5 метров увенчан ребристым сводом храм не имеет четкой ориентации по оси восток-запад хор капеллы отклоняется примерно на 27 градусов и указывает на северо-восток у северного угла фронтонной стены обращенную на юго-запад из плоскости наполовину своего диаметра выступает круглая лестничная башня рядом с крышей башни слегка отклоняясь от оси на юг находится высокий узкий оконный проем с простым косяком из песчанника и прямой перемычкой все тесаные камни 10-метровой стройной конструкции блоки песчанника стены выложены из порфирина наружная стена довольно простая цоколь с ободком у основания карниз и отвесная крыша внешний фасад разделен девятью контрафорсами и девятью тонкими стрельчатыми окнами высокие контрафорсы поглощающие распорс свода сгруппированы вокруг всей конструкции четыре стоят вокруг апсиды и по две поддерживают юго-восточную и северо-западную стены в южном углу юго-западного фронтона опорный столб не предусмотрен а в северном углу необходим излестничной башни снижавшей общую устойчивость конструкции семь стрельчатых окон стрелистником и два более узких стрельчатых окна без узора в северо-западной и юго-восточной стене западного пролета имеют выходы из печальника чертежи реконструкции мюнхенского архитектора Хуга Штефанса на основе старой гравюр 15 века показывают вид на часовню с юга и разрез здания около 1450 года и дают представление о первоначальной форме здания в то время как неф включая контрафорс до высоты карниза можно отнести к первоначальному зданию крыша и ее деревянный каркас были обновлены во время реконструкции в 16 веке над навесным карнизом возвышается двускатная крыша закрытая с двух узких сторон многочисленными расположенными в шахматном порядке слегка изогнутыми кирпичными фронтонами с простыми пилястровыми планками и карнизами и тремя круглыми окнами расположенными треугольником это расположение окон повторяется на фронтонах двух люкарн которые также структурированы пилястрами и карнизами они состоят из кирпичной кладки имеют небольшой оконный проем с простой навесной аркой со слуховыми окнами справа и слева над серединой северо-западной и юго-восточной стороны крыши флюгер узнаваемый на старых фотографиях на северо-восточном фронтоне датирован 1526 годом главный вход ведет к западному пролету с юго-восточной стороны под галереей еще в середине 19 века над этим входом виднелась буква Т обозначающая тамплиеров малый вход на северо-западной стороне ведет к восточному пролету капеллы на обеих дверях видно простое каменное обправление заключенное в стрельчатой арке камень тимпана над главным входом украшен тонкой аркой из листьев клевера выполняющая роль оклада трелисник над малым входом с северо-западной стороны едва различим сопряжение окружности и треугольников характерное для средневековой готики символизировало троицу узор над входом капеллы состоящий из пересекающихся окружностей образующих трелисник заключенное в треугольнике с выпуклыми сторонами считался знаком божественной космической гармонии камни тимпана состоящие из трех частей образуют единое целое с узором окон внутри однонефного здания свод переходит в два квадратных поперечных пролета и шестиконечную звезду над концом хора пролеты и хор разделены одинаковыми поездными ребрами ребра и прогоны свода опираются в углах западной стены на простые консольные камни их украшает лиственный орнамент иногда простой но местами очень детальный так восемь консольных опор украшены довольно сложным орнаментом в котором можно различить лилию мадонны лавр артишок акант дуб инжир плющ расторопшу пять других консольных камней с изображением лилии мадонны поддерживают крестовые своды галереи ребра свода заканчиваются тремя филигранными ключевыми камнями с изображениями листьев разной формы особенно впечатляет сводный камень с листьями виноградной лозы которому сходится шесть ребер хора замковый камень над галереей украшен листьями плюща а центральный замковый камень в зале часовни украшен листьями восточного платана остатки краски на камнях консолей ободах нервюрах и замковых камнях говорят о том что роспись капеллы была полихромной на западной стене имеется стрельчатый арочный проход каменной винтовой лестницы ведущий на эмпору и чердак дневной свет попадает в помещение через три узких оконных проема расположенных один над другим в кладке лестничной башни массивная эмпора опирающаяся на два простых крестовых свода занимает около двух третий западного пролета своды опирающиеся на несущие ребра разделены поясной аркой и открываются на восток двумя готическими аркадами поддерживаем ими континальной колонной стоящей по оси зданию ниже поясной арки прикреплена железная кулиска анкер который выступает над аркадным столбом из штукатурки аркады ребра свода эмпоры покоятся на искусно декорированных выступающих консольных камнях парапет отсутствует в западной стене имеется стрельчатая арочная ниша со стенами из печальника на уровне галереи рядом с входом с лестничной башней немного отклоняясь от оси здания к северу заложенный кирпичом дверной проем через который в эмпору когда-то можно было попасть снаружи юго-восточной части алтаря встроены две песцины каменные сосуды с текущей водой для обмавения священных сосудов и рук во время мессы обе песцины относятся ко времени строительства капеллы где находился сток из песцин с резервуаром для сбора святой воды в наши дни не представляется возможным малая песцина использовалась для омовения ритуальных принадлежностей оба сосуда соединены общим консольным камнем уходящим вглубь стены горизонтально встроенная перемычка отделяет почти квадратный проем в стене от замурованной каменной кладки готической стрельчатой арки в стене северо-восточной части хора имеется поздно готическая причастная ниша с келевидной аркой и простой балочной рамой которую вероятно можно отнести к середине 15 века на верхней раме слева от вершины арки имеется клеймо каменщика остатки настенных росписей дающих представление о красочном и богатом убранстве капеллы согласно исследованиям датируются 13-16 замечательно сохранился лик пресвятой девы известный как Мадонна Мюхельна к сожалению лик Мадонны и орнамент росписи сводов настолько фрагментарны что не подлежат даже детальной реставрации еще в конце 19 века на сводах капеллы отчетливо различались изображения тамплеерских крестов по упоминаниям современников на высоте 9 фунтов от пола капеллы можно было увидеть зеленые окружности диаметров 7 дюймов в каждой из которых был изображен черный тамплеерский крест на нижнем уровне стен северо-восточного юго-западном крыльях а также в окончании хора до наших дней сохранились 12 символических крестов которые вероятно были нанесены непосредственно после завершения капеллы для ее освещения 8 крестов различимы на глаз при обычном дневном свете 4 только в коротковолновом звучит глядя сэмпорой на северо-западную стену капеллы можно различить герб графства Брена 3 красных сердца на белом фоне особая архитектурная историческая ценность тамплеерской капеллы в Мюхельне известна давно еще в 1860 году Фердинанд Вильке проповедник городской церкви святого Петра во втором издании своей истории ордена тамплееров дал подробное описание тамплеерского подворья и часовни в 1886 году Густав Шонер Марк архарактеризовал сохранность первозданного вида капеллы в целом а также в деталях конструкции и фрагментах росписи как вполне образцовая и отнес ее к числу лучших архитектурных произведений ранней готики тамплеерская капелла в Мюхельне ценное раннее свидетельство сакральной архитектуры дошедшее до нас в оригинальном виде из глубины веков длинном домино домино ноно бес счет номиньи твоя сломя до грозы Продолжение следует...